На премьеру кинопроекта «И в шутку, и всерьез» актер сериала Егор Жасан пришел вместе со своими коллегами по съемкам. В фильме играли школьных друзей. Все, как и в жизни. Перед премьерой ребята волнуются, ведь их покажут на большом экране. В съемках приняли участие более ста детей. Егор играет в фильме «Ботинки». Это реальная история, где мальчик приобретает семью, несмотря на все сложности и проблемы в школе. Поработав с командой сериала, у подростка появилась мечта – стать оператором. «Никитос, ты на русский идешь?» «Конечно, иду». «Ну так пошли. Хватит, хватит за своими галошами». «Сам ты галоши, они фирменные». «Актером быть сложнее, чем оператором. Оператор просто снимает, а актер играет. Ну, и все. Но мне больше нравится быть оператором. И я хочу быть оператором. Я волнуюсь. Я вообще текст не учу просто. Я подхожу, мне говорят, не учи. Я просто две минуты выучиваю текст и начинаю. Но дублей очень много. Я не знаю, что делать. Но я берусь силами и уступаю». Мама Егора тоже играет в этом фильме. Признается, сценарий привлек ее тем, что перекликается с реальной историей из-за ее жизни. «Здравствуйте. Здравствуйте. Выбрали?» «Да, наконец-то. Вы их померили? По размеру подходят?» «Да, подходят. Может, тут все перемерили. Правда, Никит?» «Мы поучаствовали, потому что этот сценарий очень близко лег к нашей семейной ситуации. Вот так вот вам скажу. А там посмотрите, уже разгадочку увидите». В сериале также приняли участие дети с ограниченными возможностями. Слабовидящие и глухие ребята из самарских и тольяттинских школ-интернатов. Для зрителей в фильме есть субтитры. Софии Погребняк настолько понравилось, что теперь она мечтает стать актрисой. «Когда я играла, я успокаивалась. Главное, игра была. Пришли, мы предложили своих. Они посмотрели, что подходит под роль. Пробные прогон сделали, действия каких-то. То есть поняли, что человек понимает, как надо действовать. И тех отобрали, оставили». После премьеры все фильмы будут переданы на более чем 70 каналов страны. Среди них и «Самара ГИС». Картины покажут уже этой осенью. Сериал создан Фондом развития детского кино «Сотворение», который стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации. Поэтому с начала учебного года будет снято еще 50 короткометражек в пяти регионах России – Самарской, Саратовской, Пензенской, Калужской областях и Республике Татарстан. Предыдущие фильмы Фонда «Сотворение» можно посмотреть на YouTube-канале. Ролики пользуются огромной популярностью у подростков. На канале более 700 тысяч подписчиков и 300 миллионов просмотров. Есть очень широкая целевая аудитория, у которой есть потребность в этом контенте. Ну и у родителей тоже есть потребность в том, чтобы был детский визуальный контент безопасный, интересный и в то же время воспитательный. Вот такую задачу мы поставили для себя, создавая вот этот вот телесериал «Иншутку и всерьез». То есть, с одной стороны, он занимательный и с юмором, а с другой стороны, он на достаточно серьезных вещах. В сентябре пройдет новый кастинг для проекта «Иншутку и всерьез» для детей от 7 до 17 лет. Заявки на участие уже сейчас можно отправлять через соцсети проекта или на сайт Фонда «Сотворение». Валерия Куценко, Григорий Пешаков, События.